Откуда в человеке берется страсть игромании? Оттуда, откуда все прочие страсти? Христос говорит, из сердца, из чувств. Жизнь, в которой мы с вами живем сейчас, это ведь не жизнь. Пародия, ирония, имитация, спектакль. Пародия очень низкого качества. Кто из нас подольше в этом лже-театре жизни присутствует, все больше чувствует пустоту и бессмыслицу земную. Почему? Потому что нет смысла. Нет, не поэтому. А почему? Потому что так, как мы живем, в этом нет смысла. Мы не живем, мы только делаем вид. Мы знаем это непонятно чем. Один из святых отцов говорит, «По телу оскотинился, по уму оскотнил». Вот-вот. Две крайности. Или скотиниемся, или стонеем. Поэтому мы не чувствуем ни смысла, ни радости, ни цели. А смысл жизни и радости есть, конечно. А Бог создал человека для радости и для жизни. И когда человек живет по-божьему, он живет в радости. Первая характеристика жизни с Богом – мир совести. Давайте-ка, кто постарше из нас, скажем тем, кто помоложе. Не это ли главная составляющая счастья-то? Не мир ли совести-то? Вот все, 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 пусть соберется. Только совесть мир не имеет. И нужно все тогда это будет. Дороже совести его мира. И его мира нет ничего. Вот, мои дорогие. А мы знаем сейчас, над совестью смеются даже. Об этом мало кто думает. Сейчас говорят так. Сынка, доченька, подростка. Что самое главное? Дать никчемное жизнеобразование. Раз. Должность получить два. Материальную базу дать три. А совести? Когда о совести? Нет, не до этого. А доченька, да? Охмурить хорошего парня надо успеть, потом успеть. Нет, а совесть? Не до этого. Понятно, да. Что еще нужно? Прическу, машинку. Ну, иностранные языки знать. А совесть? Не до совести. Понятно, понятно, понятно. А потом, когда все это есть, а совесть потеряна, ничто не радует. И человек-то в тоске, в отчаянии, в унынии, в депрессии. Потому что неестественным образом не живет, а только мучается. И поэтому человек, а человек не для этого создан Богом, для радости. Человек тогда и начинает искать радость. Но он не знает, что это такое радость. И тогда хватает, что не по пути, лжерадости. Какие лжерадости? Ну, кто пьянку, кто разврат, кто в игромане, кто во что. Это лжезаменители, которые на некоторое время притупляют боль, бессмыслицы. Но потом еще больший кошмар в яму втаскивают. Вот оттуда и берется. Причина, как бы, естественная. Бог стал человеком для радости. Но живя противоестественно, с ног на голову став, все извратив, мы ищем, тоском по потерянному, и ищем не там, где это есть. Поэтому мы находим суррогат вместо настоящей пищи. Вот оттуда берется. Причина. 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 Продолжение следует...